Давайте будем продолжать. Я помню, что мы упустили, не упустили, а немножечко отдалим 24 старца, старейшины. Мы будем говорить все время позже об этом. Вот. То есть в прошлой главе четвертой, которую мы рассмотрели, мы увидели, что, знаете, я опять сегодня утром в машине ехал, размышлял, что насколько четко, ясно, прекрасно, замечательно показано, что происходит в царстве Бога, что происходит в сфере духа, что происходит в духовном небесном царстве в книге Откровения. То есть это не просто там, что будет с этим миром, когда церковь восхитится, когда Антихрист придет. Это пособие, как действуют вещи в духовном мире и как нам функционировать в духовном мире. Это пособие в этой книге, это кладезь, это такая глубина, что мы только вот это все с вами вот говорим, проходим, это, наверное, так вот поскрести на поверхности. Соскребли что-нибудь, что-то там чуть-чуть. Пятая глава. И видел я. Да, мы говорили в четвертой главе, то есть Господь это центровая фигура, центральная, главная фигура. Он сидит на престоле, на небе. Господь царствует, владычествует, господствует. И небесные существа, которые сотворены им, воздают ему честь, славу, хвалу и поклонение. Вау. Это то, что мы делаем. Пятая глава. И видел я в руке у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями внутри и отвне. Эта книга запечатана. Книга, в этой книге определенные знания, определенная информация, определенные откровения. Но эти откровения запечатаны. Есть много книг на небесах, в небесной библиотеке. Но некоторые из них, они запечатаны для нас. И мы не сможем вникать в них. Почему написана книга внутри и отвне? Можете в комментариях читать очень разных многоисторической подоплеки относящейся. Как оформлялось письмо, как это все писалось, когда кто-то вступал в власть, или когда усыновляли сына. происходили все эти вещи. Но это вы сами можете смотреть в комментарии. Но написано внутри и извне. Это говорит о полноте. Полнота откровения определенная. Не только внутри. Она исполнена определенного содержания, но и также извне. то есть сама полнота. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Видите, что ангелы делают? На небесах они имеют способность провозглашать. И мы одна из наших способностей это способность провозглашать слово. Провозглашать пророческое слово. Быть глашатаями божьими. Громким голосом. Когда ты провозглашаешь, ты тихо не провозглашаешь. Провозглашать это сказать во всеуслышание. И тихо, шепотом там не шепчут на небесах. Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее? Кто достоин высвободить эти откровения из этой книги? То есть мы ничего не зарабатываем, но кто такой достойный? тот который удостоился. Удостоился чего? Чести, славы, почета, уважения, способности, полномочий. Есть много чего у Бога, но это пока недоступно нам. Это не то, что мы недостойные, ой, какие мы нечистые, недостойные. Нет. Мы еще не удостоились определенной чести от Бога, хотя славу и честью он увенчал нас, но опять-таки слава и честь идет по рангам и градациям. Славу и честью увенчал нас. И кто-то удостоен особой чести. и никто не мог во всем творении ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. Почему он много плакал? это слезы пророка. Это когда ты знаешь, что столько всего, столько много тайн, столько много секретов, столько много всего, что еще запечатано. И ты так хочешь посмотреть в это. И ты так хочешь войти в это и стать причастником этого, но ты не можешь. И становится не по себе. Как так? Такие ценности, такие сокровища, такие откровения, а ты не имеешь доступ к им. И он плакал. И один из старейшин сказал мне, не плачь. Вот лев от колена Иудина. Корень Давидов победил. Внимание, победил. И может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Вот почему в предыдущих главах Бог говорит побеждающему же дам. Побеждающему же дам. Побеждающий же наследует. Побеждающий же облачится. Побеждающего сделаю. И так далее, и тому подобное. Смотрите, один из способов удостоиться определенной чести и стать достойным и получить определенный доступ в определенные сферы. Один из способов это стать победителем. То есть начать побеждать. Брат Дмитрий, а как насчет благодати? Что нам нужно зарабатывать эту честь? Что нам нужно отрабатывать какие-то вещи, чтобы удостоиться? нам не нужно зарабатывать, не нужно отрабатывать, но нужно возрастать. Возросший зрелый. Как людей причисляли, как о Ветхом Завете говорили о зрелости? Способные к войне. Вот те, кто был воином, способным к войне, считался зрелым. В обитованную землю вошли способные к войне. Мы уже сильные, способные к войне. То есть те, кто способен воевать, те способны побеждать. А как насчет благодати? Есть благодать делать тебя способным воевать, есть благодать делать тебя способным побеждать. И тебе надо учиться возрастать, чтобы входить в эту самую благодать, побеждать и удостаиваться определенной чести. Честь связана с чином. Есть почесть высшего звания. И апостол Павел стремился к чести, к почести высшего звания. Кому-то будут оказаны на небесах большие почести, кому-то будут оказаны меньшие почести. И один из способов стремиться к почести высшего звания – это стать победителем, это начать побеждать. И вот он, корень Давидов, левый с коленой Иудина, победил и может раскрыть. Через победу он может. Через победу он получил способность раскрыть. Через определенные духовные победы какие-то вещи нам больше открываются. Не потому, что мы их зарабатываем, они где-то всегда для нас там. Но мы не способны их видеть и взять. Потому, что это духовные трофеи. И я взглянул, и удивительно, что посреди престола и четырех животных, и посреди старцев, стоял Агнец. Он, может, ожидал увидеть такого льва с гривой. Нам нравится образ льва. Потому, что это говорит о такой силе, о мощи. Но, к его удивлению, там стоял Агнец. Все хотят быть львами. Кто хочет быть Агнецем? Все хотят рычать. А кто хочет стать жертвой? Я сораспялся Христу. Уже не я живу. Но живет во мне Христос. Это проявление льва. Из колена Иудина. Но проявление необычное. Мы думаем, что проявление льва, это всегда такое, разорвать на части где-то, откусить руку, напасть на врага, рыкать. И это да. Это есть такое. Но видите, как духовный мир полон определенных контрастов и определенных парадоксов. И здесь мы видим этот парадокс. Вот он лев, который победил, но он победил не зубами, не клыками, он победил не когтями, а он победил, как Агнец заклонный. Он победил на Голгофском кресте. Он победил посредством своей смерти. Он не победил тем, что он убил кого-то и загрыз кого-то, как лев. Он победил тем, что он умер сам. И смертью лишил власти того, кто имел державу смерти. То есть дьявола. Агнец как бы закланный. То есть вот он в процессе заклонного Агнца. Открытый рот. Перерезанные артерии. Имеющие семь рогов. И семь очей, которые суть. Семь духов Божьих, посланных во всю землю. Мы все хотим ходить в силе, в роге. Мы все хотим ходить в видении и в ведении сверхъестественном. Семь очей духа, что есть семь Духа Божьих. Но семь рогов и семь очей были на Агнеце заклоном. Что символизирует Агнец? Да, жертву. Жертвенность. Смерть для своего человеческого Я. Отвергни себя. Круткий, как Агнец. Кротость и смирение. Вот через это приходит сила. Вот через это приходит видение. И видение. И он пришел. И взял книгу из руки сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старейшины падали перед Агнецем. Имея каждый гусли и золотые чаши. Полные эфемиама, которые суть молитвы святых. То есть, что мы видим? Чем одна из функций, которой занимаются четыре животных и двадцать четыре старца. Эти двадцать четыре старца имеют гусли. То есть музыкальные инструменты. И не имеют золотые чаши, полные эфемиама, которые суть молитвы святых. Они собирают молитвы. Молитвы собираются в золотые чаши перед Богом. Ходатайственные чаши царства. Чаша изливается. Когда чаша наполняется, это для того, чтобы она в свое время опустошилась. Ты наливаешь что-то в чашу, чтобы потом и спить из этой чаши. Так и молитвы наши, они часто вливаются в золотые чаши, ходатайственные царства. И когда наступает правильное время, высвобождается особый рот поклонения и хвалы. И эти чаши высвобождают молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, без новой песни ты не войдешь в новые сферы. Без новой песни, пророческой, новой, ты не войдешь в новые просторы духовные, в новые сферы, в новые измерения, в новые духовные пространства. Ты не войдешь. Очень часто новая песнь является ключом вхождения в определенные вещи от Бога. Вот почему на небе постоянно высвобождаются новые песни. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью свою искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. И интересно, что это за новая песня? Это песня и откровение. Это пророческая песня. Назидая себя духовными песнопениями. Смотрите, что происходит. Они на небесах увидели. Агнец подходит, берет из руки сидящего на престоле книгу. Они увидели откровение. Они получили откровение, увидев это действие. Это взаимодействие на небе. И как результат увиденного родилась новая песня, в которой воплотилось откровение того, что они увидели. воплотились. ты славишь Бога на каком-то музыкальном инструменте и поешь ему хвалу, что такое зачастую новая песня? Бог открывает твои духовные глаза и ты видишь видение и получаешь откровение определенным образом. И то, что ты видишь, ты поешь. Ты поешь то, что ты видишь. И вот они поют новую песню, говорят, ага, никто не был достоин, они получили откровение, кроме Агнца и он смог взять, значит, они берут этой песней, подтверждают, утверждают это откровение, которое они получили и сами утверждаются через эту новую песню в этом откровении. Ага, достоин, нашелся тот, кто достоин. Ты взять книгу, видите, они описывают то, что они видели. И снять с нее печати. И потом они присовокупляют другое откровение. Почему? Ты победил. Ну как ты победил? Написано он победил. Они посмотрели на Агнца. Ага, он победил. И здесь говорят, ибо ты был заклан, вот так ты победил. И кровью свою искупил нас Богу. из всякого колена, языка и народа и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашим. Из-за того, что ты победил, мы стали царями и священниками. И будем царствовать на земле. Не только на небесах, но и на земле. И я видел и слышал, и пошло движение. Высвободилась новая песня, и пошел движняк. Пошло движение. На небесах ничего не находится в статическом положении. Все на небесах начинает Бога и всего, что Он сотворил, даже если это деревья, что бы то ни было, камни драгоценные, все поет, все славит, все превозносит, все находится в состоянии движения. И все движется чем откровением, через откровение сидящего на престоле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола. И животных, и старцев, и число их было тьмы, темы тысячи тысяч, миллионы, которые говорили громким голосом достоин агнец заклонный. И тут добавочка идет, новое откровение, новая сфера. Принять, достоин принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. Считаем, сила один, богатство два, премудрость три, крепость четыре, честь пять, слава шесть, благословение семь, семикратное, полноценное, совершенное принятие. и всякое создание, находящееся на небе и на земле и под землею, друзья, под землею есть жизнь, и на море, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле и агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили аминь, аминь пришло с неба, как и аллилуйя пришло с неба, важные слова, и двадцать четыре старейшины пали и поклонились живущему во веки веков. Бог есть им движение, ибо Он Дух. И будучи движением и Духом, Он движет всем и вся, что Он сотворил. И часто движение осуществляется посредством откровения, которое видят, которое получают, которое производит ответную реакцию хвалы, воздаяние, воздавание хвалы, славы, чести и поклонения, которое высвобождается к Нему и приходит обратно к Нему и вызывает новую волну откровения и новое движение хвалы приходит. поэтому это та модель, по которой мы также как церковь корпоративно и индивидуально должны функционировать здесь на земле. Мы взираем на Бога, на Его славу, получаем откровение, высвобождаем новую песнь, где мы поем это откровение. И через это приходит ясность и понимание откровения. Это высвобождает большую хвалу и поклонение Господу. И этот цикл никогда не прервется. И так всегда будет. Во веки веков. Слава Богу, есть разные истолкования, что значит эта книга и что в ней написано. Я верю, в этой книге написано все. в этой книге написаны предвечные, предопределенные цели Бога для нас, для небес, для земли. В этой книге написано вечное его слово. и только слово закланное могло взять это слово. И потом мы будем смотреть, как открывать эти печати. Слава Богу, что есть тот, кто победил и может открывать нам эти сферы и вводить нас в эти сферы, потому что есть тот, кто достоин Господь Иисус Христос. И если мы имеем взаимоотношения с Ним, мы будем ходить как Он, не только как Лев, но и также учиться быть Ангцем. Природа Льва и природа Ангца, они взаимодействуют друг с другом. Они перетекают друг друга. Львом как-то быть проще. Не надо особого смирения. Агнцем другое дело. Поэтому львы не забывайте, что вы также Агнцы. Но Агнцы не забывайте, что вы также львы. Это парадокс, как могут эти две природы уживаться вместе. Но они уживаются вместе совершенно. Перетекая одну в другую, другое в жизни Иисуса Христа. А если мы в Нем и Он в нас, Он поможет нам, чтобы эти природы двигались вместе и взаимодействовали друг с другом. Всем вам дорогие благословения. Аминь.